Я достаточно жестко на эту тему выступала. Это вопрос, конечно, 55 миллионов. Вот просто такая формулировка, я ее хочу еще раз зачитать, чтобы люди понимали. Вот она звучит так. Значит, на компенсацию затрат, понесенных при строительстве завода по производству полимерных рук на территории Гудаутского района. Я хочу сказать, за что государство должно компенсировать 55 миллионов? Это частный бизнес. Дальше. Нам при принятии проекта бюджета в первом чтении министр финансов Владимир Валерьевич сказал, что это согласно соглашению. Вот я для себя сделала сносочку, да, там, естественно, ссылаются на соглашение между правительством Абхазии и правительством Российской Федерации. Во-первых, это не решение правительства, это решение сопредседателей. Ну, неважно. Вот. Вот я хочу сказать, что в данном соглашении есть статья 6, которая тоже гласит. Вот смотрите, что данные средства могут быть компенсированы в случае, в каком случае? В результате военных действий, революции, мятежа, гражданских беспорядков, ведения чрезвычайного положения или иных аналогичных обстоятельств. У нас такие обстоятельства присутствуют? Конечно же нет. Кому мы компенсируем 55 миллионов? Это, знаете, вот, честно говоря, я вот сегодня на заседании вспоминала, это вот как тот железнодорожный кредит, когда нам говорили, что бизнес будет платить кредит. А кто платит по факту кредит? Государство. Кто платит, является конечным платильщиком? Наш народ, то есть мы с вами, мы платим эти денежные средства, то есть это наш бюджет платит эти миллиарды. Вот я просто хочу сказать, вот в данном конкретном случае это такая же практически, простите меня, афера, и будем платить мы с вами. А наши налогопластильщики заслуживают того, чтобы платить непонятно кому 55? Нет, вообще-то понятно кому, но непонятно по какой причине. Абсолютно непонятно по какой причине. Я скажу более того. Это, так сказать, такой междусобойчик между учредителями данного завода. То есть они друг друга не поняли, у них не пошло, так сказать, взаимодействие, а государство, оказывается, должно платить. И нас уверяют в том, что лично мне абсолютно непонятно, это будет государственным предприятием. Тогда я вам скажу, что государство и вообще в нормальных государствах вот этот бизнес и этот завод можно выставить на торги. Я вас уверяю, найдутся люди, предприниматели. Вот я могу вам точно предложить пару предпринимателей, ну, пару человек или бизнесменов, которые без удовольствия купили бы этот завод. Для чего государство это покупает? То есть я считаю, что в приоритете должны быть какие-то социальные вопросы оплачены, нежели чем покупка завода. Для меня это четко, абсолютно, честно говоря, я не понимаю, для чего покупать завод, так сказать, участвовать в разборках между учредителями, сделать некий жест государственный, когда у нас есть очень много направлений, где можно было бы потратить 55 миллионов. Лично это мое четкое убеждение, я буду выходить с ним и, естественно, буду выносить, как председатель, буду вносить изменения в расходную часть. Работа на поступившем проектом бюджета страны находится в самом начале. Завтра, 18 января, пройдет заседание комитета, где, по словам депутата парламента Натали Смыр, будут обсуждаться все необходимые изменения и правки в поступивший проект республиканского бюджета Абхазии на 2022 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...